Какой самый громкий скандал произошел у вас в школе-универе? Мне учительница по ИЗО, которая уже очень давно работает в нашей школе, рассказывала кучу разных историй, произошедших с учениками. Одна из них была про мальчика, который болел шизофренией. Вначале то ли не знали, что у него какое-то заболевание есть, то ли не придавали этому значения. В итоге он ходил и бился головой об стены, причем сильно, и не чувствовал при этом боли. Однажды он сильно побил нескольких старшеклассников, при том, что был на несколько классов младше них. Другая история была про девочку, которая пересмотрела «Сумерков», воодушевилась, а потом пошла ночью в лес искать вампиров. Были еще, но я их уже плохо помню. 2008 год. Учусь в третьем классе. В те времена как раз активно начали появляться у детей телефоны с блютузом. Мой класс разделился на две части – с телефонами и без телефонов. Мы с друганами начали жестко вирусить по всему классу видосы и картинки с прон. И таковые имелись и у девочек, и у парниш. Настал урок физры, и перед его началом классуха, женщина 60 лет, решила собрать у нас телефоны и посмотреть, чем мы занимаемся так активно хихико и балдея на переменах. Когда пришли с физры, классуха была вся белая, конкретно в шоке. Еще бы, третий классники – 10-летние детишки. По итогу было родительское собрание и полный ахуй со стороны родителей. Ребята, как вы знаете, монетизации на русском ютубе сейчас нет. А деньги нужно как-то зарабатывать, собственно, жить там, деньги там, питаться, вот это все. Поэтому рекомендую зайти на наш Бусти, посмотреть пару видосов, оформить подписку там 100 рублей в месяц всего лишь. А я как-то буду, ну, типа, питаться, ну, за этот счет, наверное. Всем спасибо, кто оформил подписку. Кто оформил подписку, всем благодарю. Было парочку интересных историй из нашей школы. Первое. Во время массовых протестов в нашей стране школы и университеты начали массово минировать. Хоть бомбу ни разу так и не нашли. Вообще-таки спасибо нашему правительству за пару пропущенных уроков. Второе. Учительница английского по совместительству моя классная расплакалась прямо на уроке и впала в истерику, так как ее бросил парень. Она была мега красивой, по ней сохли не только ученики, но и учителя. Возможно, рыдала она не из-за разбитого сердца, потому что ее парень был очень обеспеченным англичанином, который купил ей новенький iPhone 7. Даже до того момента, когда он начал у нас официально продаваться. И Теслу. В итоге они снова сошлись, и она уехала к нему в Лондон. Третье. В туалете постоянно выпят и курят. Как я понял, сейчас это вполне распространенная тема. Но тогда из-за этого к нам в школу несколько раз приходили менты. Четвертое. Самая грустная история. Пацанчик из седьмого класса спрыгнул с крыши дома, находившегося в минуте ходьбы от школы. В предсмертной записке он сказал, что он ушел из жизни из-за семейных обстоятельств. Или что-то типа такого. Точно сказать не могу. Может, записки и не было. Я хз. Но шорох тогда из-за этого был знатный. У нас уволился в физрук и ушел в мужской стриптиз. Я обожал биологию. Тогда у нас она только начиналась. Мы изучали насекомых, а я выучил всю тему про насекомых и был готов рассказать все. На каждом уроке я единственный тянул руку, но учительница просто смотрела мне прямо в глаза и вызывала других. Это продолжалось на протяжении всего нашего изучения этой темы. И вот наступил день контрольной. Я быстро смог решить весь тест, так как знал все наизусть. Кроме того, я помог всем сидящим рядом со мной одноклассникам. Но когда мы получили результаты, я увидел полностью перечеркнутый одной линией тест. А вторую часть контрольной она даже не стала проверять и просто поставила двойку. Однако у всех одноклассников, которым я говорил ответы, были пятерки. В итоге я подошел к учительнице и спросил, почему у меня за контрольную стоит двойка? Дайте мне посмотреть мои ответы и вопросы контрольной, чтобы я проверил. Она ответила, что я могу посмотреть вопросы в интернете и выгнала из класса. Но как же я могу посмотреть вопросы в интернете, имея при себе только ответы на нее? На следующий день я пришел к ней уже с отцом, но она ответила, что в этих ответах все правильно. Но это вообще не мой тест, а тест моей одноклассницы, который я наглым образом вытащил у учительницы после урока. Этой суке все сошло с рук. После этого я забросил биологию, а позже в 10-11 классах я вовсе отказался от нее. Когда я была в пятом классе, моя одноклассница спрыгнула с восьмого этажа. Она была очень классная и веселая. Нас после этого вызывали к следователю рассказать, кто мы ей были и не замечали ли мы что-то в последнее время. Мы всем классом еще пару месяцев депрессовали. Это было жутко. Помимо классики с курением травки в туалетах, было очень много разных историй. Первое. После контрольной по биологии наш класс взял работу и пошел их сжигать. В первый раз просто сожгли бумажки. Во второй и третий раз мы устроили мини-митинг с громкоговорителем, флагами и плакатами. В итоге классуха узнала, но просто посмеялась. Кстати, наш класс планирует сжечь рабочие тетради в конце года. Второе. Девятиклассники устроили драку швабрами в кабинете музыки. В итоге ругали не их, а тех, кто просто пришел посмотреть. Третье. На компьютер в классе поставили вебку, которая снимала класс на переменах. Мои одноклассники отключили ее и удалили все записи с уроков. Четвертое. Мои одноклассники звонили в дурку и просили забрать нашу учительницу по физкультуре. Это еще далеко не все. У девушки из седьмого класса есть приступы из-за эпилепсии. И они случаются настолько неожиданно, что могут произойти на улице, да и в любом месте. На второй смене она поднималась вверх по лестнице. Тут и случился приступ. Судороги взяли вверх, и она полетела ногами кверху, ударяясь головой. Разбила голову о ступеньки и стала быстро синеть. В итоге потеряла сознание. Повезло, что была перемена, и людей было много и неравнодушных. Быстро поднялась паника, и все стали подбегать. Я подложила ей куртку под голову, кто-то намочил рубашку, и стали вытирать голову от крови. Пока ждали скорую, всех разогнали по классам. Девушку вынесли на носилках и увезли. Все обошлось, и девушка выжила. У меня был только один вопрос. Почему ее, мать вашу, не перевели на домашнее обучение? Я бы хотела рассказать смешной случай в школе. В тот день была проверка громкоговорителей. Всем сказали, кроме нашего класса. Посреди перемены, а у нас они очень шумные. Мы услышали последние слова. Срочно покиньте помещение. Наша классная куда-то ушла. У нас был урок в нашем кабинете. Весь мой класс, все до единого, ринулись в класс. За пять секунд собрали все вещи, и уже выбегаем из кабинета. Как вдруг мне приходит идея побежать другим путем через коридор, поскольку думала, что будет толпа на другой лестнице. Я бегу по всему коридору, решаюсь обернуться. За мной бежал весь класс. Всем классом мы добежали до лестницы, почувствовали запах чего-то горелого. Бежали по лестнице со всей скоростью. Мимо проходившие старшеклассники смотрели на нас, как на сумасшедших. Мы добежали до раздевалки, начали брать одежду. Нас увидел завуч и, смеясь, объяснил, что идет проверка громкоговорителей. А потом обвинили меня, что я самый главный зачинщик. Меня дико доставала девочка из моего класса. Тоже отличница и самая популярная, как и я. Задавали моду, но она отставала на шаг. Полкласса болела за меня, полкласса за нее. Мы были как Гарри и Драко. Соревновались во всем, однако я была еще и любимицей учителей. Поэтому лидировала. В конце концов, мы подрались в школьной раздевалке. Я врезала ей ногой в живот. Ходила на карате пять лет. Был дикий скандал с учителями и родителями. Ее мать рала, что у нее детей не будет. Моя мама меня отмазывала. В конце концов, все замяли. Я стала общепризнанным лидером класса и прославилась. А потом я подарила ей расписанный пряник-ангелочка на Рождество. А она сплела мне брелок из бисера. И мы стали лучшими друзьями. Сейчас ржем над этим. От ненависти до любви. Парам-пам-пам. Парень из девятого класса пришел в школу в юбке. Парам-пам-пам-пам. Это спецвыпуск «Начальная школа». Предупреждаю, особо брезгливым съебать нахуй от экрана. Первое. Инцидент произошел во втором-третьем классе. Двое наших пацанов подрались. Назовем их А и Б. Рассказом А все произошло так. Они что-то не поделили и началась драка. Но не совсем обычная драка. В порыве ярости А скинул Б с лестницы. Посередине ступени, на которую упал Б, торчал гвоздь. Он пробил ебальник Б на полтора сантиметра так, что можно было увидеть его мозг. Не помню точно, но в тот день нас отпустили пораньше, так как не хотели, чтобы у школы были неприятности по технике безопасности. Второе. Случай я даже не могу назвать инцидентом, так как в нем не было столько жести, сколько я запомнил из всех странных случаев моей начальной школы. Вкратце. Наша одноклассница, одета в физкультурную форму, зашла в гардероб и решила станцевать стриптиз на одном из шестов, за который крепился шкаф. Итог. Шкафчик окосел, одноклассница наебнулась и шест отвалился от потолка. Третье. Шкафчик окосел. Шкафчик окосел на Хэллоуин. Помимо Мурки, которой 12 лет он упоминал, и Пушка, которого нет в живых уже как 10 лет по нынешнее время. Надеюсь, труп дяди и деда он у себя в кладовке не додумается спрятать. В принципе все, но вот еще пара херни со средней школы. В основном все конфликты связаны с детьми, а несмотря на кучу быдла, весь наш состав очень доброжелательный. И дерутся в основном по приколу, даже когда жестко насолили друг другу. Первое. Случай весьма болезненный. Какой-то мальчик сломал зубы о ветку. Просто сломал, отянув эту самую ветку. Шесть коренных зубов. Все. Второе. Инцидент был с группой оффников, которые докопались до мирного пацанчика. Один из шакалов ударил гиганта по ебальнику, а черти позади начали больше подзадоривать главного. Все закончилось тем, что пахану наваляли. А по словам старшаков, мудозвоном ничего не грозило и ушли они без ссадин. Третье. Инцидент произошел на стадионе. Пацаны подрались из-за игры в очко. Четвертое. Инцидент. Пацанчика отпиздили в мужской раздевалке. И напоследок могу сказать, что информатик кадрит нашу бывшую учительницу по русскому литературе. К слову, одному 40, а другой 30. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...